Ольга Авдеева – мастер спорта России по дзюдо, кандидат мастера спорта по самбо, победитель чемпионатов Европы, в том числе и среди ветеранов. Сегодня Ольга Васильевна тренирует сочинских ребят в спортшколе номер 7, но при этом остается действующим спортсменом. Ко дню физкультурника копилка Авдеевой пополнилась не только знаком признаний и почет сочинцев, но и медалью за развитие адаптивного дзюдо и самбо. Ольга Авдеева работает с детьми-инвалидами. К слову, в скором времени в городе откроются отдельные залы для особенных спортсменов. В основном воспитанники Ольги Авдеевой с диагнозом ДЦП, а также с нарушениями слуха и зрения. Тренировки проходят с участием родителей, что говорит о титаническом труде наставников. Была проведена самбониада, соревнования по адаптивному самбо, где также участвовали детки и их родители. Конечно, все под эмоциями, и это им для стимула. Хочется помочь таким деткам, чтобы они могли общаться с обычными ребятами, социальная поддержка, чтобы была с внешнего мира. На меня отдача – это с их стороны радость и желание именно на тренировках заниматься дальше. Среди награждаемых главой города и известный сочинский боксер, заслуженный тренер страны Расул Муртазалиев. Вот уже 25 лет Расул Анварович развивает на курорте тайский бокс. Сегодня этим видом спорта занимаются 800 сочинцев. За четверть века он воспитал целую плеяду спортсменов, среди которых 6 чемпионов мира, 3 чемпиона Европы и 3 чемпиона России. Сегодня Муртазалиев возглавляет Сочинскую федерацию тайского бокса и кикбоксинга и является старшим тренером третьей спортшколы. У нас очень благородная работа. Не главная задача – воспитать боксера, а воспитать человека. Воспитать в нем настоящего мужчину, чтобы он вырос настоящим отцом, настоящим братом, настоящим защитником нашей Родины, чтобы мог поднимать знамя нашей страны, вести за собой здоровое поколение. В этом задача любого педагога. Физкультура и спорт в Сочи активно развиваются и это итог, в том числе многочисленных событий всероссийского и международного уровня, отметил Пахомов. Все эти мероприятия мотивируют горожан к занятию спортом, а спортсменов к новым победам. Мне очень приятно видеть сегодня перед собой дружную, исполченную команду единомышленников. Сегодня в Сочи активно развивается 88 спортивных видов. В муниципальных спортивных школах в настоящий момент занято 22 тысячи детей и подростков. Мы продолжаем строить спортивные объекты, физкультурные и оздоровительные комплексы. Дорогие друзья, День физкультурника – это праздник, объединяющий все поколения. Желаю всем вам крепкого здоровья, удачи и новых рекордов. Спасибо вам за вашу работу и за вашу участие. В этом году сочинские спортсмены отличились в международных соревнованиях по боксу, каратэ, дзюдо, гимнастике, ушу и тяжелой атлетике. Немало дел у работников отрасли и впереди. Уже осенью Сочи примет чемпионат мира по самбо, далее чемпионат мира по футболу 2018 и чемпионат мира по боксу 2019. Рената Шапулина, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.